В ходе расширенного совещания были заслушаны доклады заместителей министра обороны, командира воинских частей и отдельных подразделений. С основным докладом выступил исполняющий обязанности начальника генерального штаба вооруженных сил Абхазии от Гурк Вицыния. В своем выступлении он отметил, что все мероприятия, запланированные на зимний период обучения, выполнены в полном объеме, в том числе и учения резервного состава обороны. Задачи на летний период обучения уже поставлены. На достойном уровне были подготовлены и проведены все запланированные мероприятия оперативной, мобилизационной подготовки, занятия по боевой готовности, командно-штабные и командно-штабные мобилизационные учения, тренировки, радиотренировки, в ходе которых отрабатывались вопросы перевода частей с мирного на военное время. Министр обороны Мираб Кишмари обратил внимание присутствующих на состоянии воинской дисциплины в воинских частях. Было отмечено, что во многих частях воинская подготовка на низком уровне. Работа Сухумского, Гудаутского, Гулрыбшского военных комиссариатов признана удовлетворительной. Необходимо проводить профилактические работы с офицерским составом, для того, чтобы они понимали, какая ответственность лежит на них, отметил Мираб Кишмари. Наша задача совместно с российской военной базой быть в любой момент готовы. Мы должны постоянно находиться на связи с седьмой войной, с россияниной, носиться к ним с уважением, что эти люди приехали сюда, выполнять задачу, которую поставил верхонный глава командующих Российской Федерации. Касаясь вопросов обучения военнослужащих в военно-учебных заведениях России, было отмечено, что необходимо более качественно отбирать кандидатов на поступление. На сегодняшний день в российских военных вузах учатся около 250 наших студентов. Такая статистика не может не радовать, но огорчает тот факт, что в связи с неуспеваемостью только в нынешнем учебном году было числено 7 курсантов. Вот почему необходимо осуществлять жесткий контроль над ходом обучения, успеваемостью и поведением военнослужащих, отмечалось на заседании.